Здравствуйте, дорогие подписчики! Вот посмотрим, что сегодня творится в Москве. Посмотрите, как сегодня жители столицы добираются до метро. Что устроился Собянин? Пробки на въезд в город. Такого размера эти пробки, что люди выходили из машины автобусом и шли пешком на работу. Молодец, Сергей Семёныч! И это во время так называемого коронавируса, который я называю, вы знаете, мое мнение, барановирусом. Молодец! Вот результат ваших действий, товарищ Собянин, мэр, да, которого, в принципе, больше половины москвичей не избирали вовсе. Посмотрите, что устроил. Конечно, есть-то он есть, этот вирус. Да вирус-то есть, вирус гриппа, только раздутый до небес. И вот в таких условиях, а особенно на входе в метро, толпы, конечно, люди не заразятся. Да любым вирусом заразятся, любым гриппом. Коим и является нынешний коронавирус, раздутый до небес. Вот ещё, пожалуйста, ещё кадры, пробки, люди идут пешком. Пожалуйста. Поздравляем москвичей с замечательным мэром, отличным администратором, который делает всё для людей. То бортеры меняет, бюджет столицы самый большой, пилит. То режим самоизоляции, чтоб люди-москвичи не заражались. Пробки. Замечательно, Сергей Семёнович. Вот. А это вот уже на входе в метро. Надо же пропускать, проверять. Ребята, соблюдать дистанцию полтора метра. Ага. Ну, что-то, да, есть люди в масках, есть без масок. Стоит очки. Да? Но это ещё ничего. Есть другие видео. Сейчас я вам покажу. Вообще, я вам советую, ребята, найти на ютубе ролики Сергея Переслегина, который считает и считал. Это футер-историк, психоисторик. Он, интересно, я много роликов его посмотрел. Он считает, что пандемия коронавируса – это масштабный эксперимент по зомбированию. Вот он на Бизнес Онлайн. 14-го вчера я видела статью. Я под роликом оставлю ссылочку. Можете ознакомиться. Вот. Вот ещё. Пожалуйста. Это в Москве. Сегодня утром. Как сотрудники полиции в метро требуют пропуска. Там же режим самоизоляции. Надо получить пропуска. И вот что творится на входах в метро. Замечательный режим самоизоляции. Браво, Сергей Семёнович Собянин. Браво. Да и в масках-то почти никого нет. Вот что значит без мозгов подойти к вопросу. Даже к любой эпидемии обычного сезонного гриппа вот так не подходит. Просто это, ребята, это что-то и с чем-то. Это специально делается, чтобы люди заразились или как? Вот напишите под роликом комментарий. Для чего вот это? Для чего это массовый психоз, паника, зомбирование? Это власти наши, так называемые, показали свою полностью некомпетентность в вопросах. Они не могут справиться даже с раздутой ими пандемией. Пандемия. Минздрав, службы силовые, аварийные службы. Показывают. Показывает. Кто с эхо Москвы? Пропуска показывают. Это полный коллапс и бардак Это еще три москвичей уехали на дачу уже И многие товарищи гастарбайтеры тоже свалили к себе на родину Это еще им повезло в этом отношении И из Подмосковья люди, видимо, на работу не ездят Вот, еще смотрите, картинка Ну, а они разгоняли людей с Серебряного Бора, где там они шашлыки жарили А это что? Шашлыки там, вы смотрели, наверное, ролики Там компании по 3-4-5 человек на расстоянии там Значительным друг от друга от каждой компании А это что? Вот идет толпа Что? Раздули пандемию, а теперь что? Как вы это будете объяснять? Вот сегодня буквально вот час 14.00 Через час опять наша вождь будет выступать Посмотрим, что он скажет на этот раз А вот как проверяют пропуска Короче, мужчина выходил из подъезда Подошли полицейские Не соблюдаешь режим самоизоляции Пожалуйста, попросили у него документы А он, видимо, как-то ответил грубовато Вот с окна ребята сняли Короче, полицейский, который с телефоном Его ударил, сломал его в руку И сейчас вызывает скорую помощь Это что такое? И он лежит со сломанной рукой Это что за беспредел? Вместо того, чтобы ловить преступников Сейчас увеличилась, кстати, преступность Выхватывают сумки Весь YouTube завален роликами У пожилых людей, у пенсионеров У молодых девушек Они занимаются, вот это проверяют Не нарушает ли человек режим самоизоляции? Куда он идет? Да поставьте у подъезда в турникеты тогда Чтоб люди бабло сразу пять тысяч опускали Ну, естественно, берут взятки Это стопудово Короче, полный бардак Это беспредел Вот еще фото на входе в метро Замечательно, замечательно Вот еще один ролик Ребята, это, конечно, это трэш Это что такое? Что творится? Не знаю, кто верит в эту вот раздутую пандемию Я с самого начала, с января говорила Обычный сезонный грипп Я переболела еще в конце ноября Есть у меня ролик на канале От 19 ноября 2019 года Где на первом канале говорят Что началась эпидемия пневмонии В Ростове, в Краснодарском крае В Челябинске, там еще где-то на Урале И карантин в садике, в детских учреждениях Закрыто на карантин Это вирус гриппа Он меняется каждый год И именно в этом году Вот раздули такую штуку Во всем мире Политики решают свои проблемы Где-то подавляют протесты Где-то идет борьба за власть В преддверии выборов Вы знаете же, выборы в этом году И в Америке Между демократами и республиканскими Очень большая борьба А у нас в стране, вы знаете Постоянно вот эта дележка идет Это, по-моему, всем известно И зомбировать людей И камеры слежения в Москве Это уже точно там Китай поставил тысячи Сотни тысяч этих камер слежения А теперь давайте пропускать с QR-кодом дадим И все А нелояльных в психушку Таких, как Забазна Сегодня вот этого Михаила Алферова Вот я смотрела, была прямая трансляция Ребята, под роликом оставлю ссылочки Не поленитесь, пройдите по ссылочкам Включайте голову Включайте критическое мышление Думайте, для чего, кому это надо Самую, конечно, прибыль получат фармкомпании И еще найду ссылочку На Всемирную организацию здравоохранения Как они вели себя в 2008-2009 году Когда был, по-моему, свиной Или птичий гриб, не помню Свиной, по-моему Какие взятки они брали Там сидят коррупционеры Так что, ребята, включайте голову Здоровья вам До скорых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok